Вы в городе Риме, на побережье? Солнце, море? Нет? Тогда хотя бы найдите время приготовить себе величайшее пиадина романьола. А что это такое? Сейчас покажу. Смотрите это видео. Пиадина романьола. Пиадина из региона Романия. Многие знают регион Эмилия и Романия. Это два региона, которые объединили Эмилия и Романия. Они достаточно близкие. Но в Романе, мы его называем Итальянская Калифорния, потому что там живут самые сумасшедшие люди. Что едят в Романе? Особенно в Риме. Вы должны знать, что там едят очень много всего вкусного. Там очень-очень все вкусно. Ну, самое вкусное это пиадина. Вот такая лепешка, которая делается просто из муки, воды и немножко жир, топленого жира свиного. Берем немножко мука, полкило. Немножко водички. Миллилитра 200-250, зависит от муки. И топленый свиной жир. Грамм 80-100. Немножко соли и немножко разыквлитель. Наверняка я уже слышу, я уже слышу, я уже слышу издалека. Кто-то точно говорит, а я свиной жир не ем. Я вегетарианец. Что едят? Мне пиадина нельзя? Да нет, можно, можно. Вообще, вообще пиадина можно делать с любым жиром. Можно с величайшей оливковым маслом. Понимаете, дело? Я сейчас традиционное пиадина сделаю. Ну, не факт, что должно быть так. О, грамма 10. Начнем. Перемешиваем. Только, пожалуйста, свиной жир не растопите его со шкурой. Ни в коем случае. Она будет вонять. Итак, сделаем вот такое, более-менее вот такое тесто, которое, видите, оно уже почти однородное, нелипкое. Видите, очень-очень просто. Делаем величайшее пиадина. Теперь дадим тесто продолжать свое дело самостоятельно. Мы его в пленку. Тесто. Тесто. По-итальянски тесто это голова. А тестоне это человек с большой головой. То есть упрямый, как осел. Тестоне. Тестоне. И вуалла. Холодильник на чайчик. И наше тесто готово. Дамы и господа, прошел целый час. И мы что получили? Чтобы понять не имею. Что получили? Получили величайшее тесто. Ля пиадина романьора. Отрезаем кусочек. Вот это опять под пленку, чтобы не проветривало. Добавляем чуть-чуть муки. Сделано такое липинчелло. Ли пианчелло. Ааа, как называется? Вот это. Можем и скалку использовать. Можем руками. Наверняка, прошу со скалкой. У нас со скалкой лучше. Лучше. Тем более, наша пиадина должна быть круглая. Она должна подходить, в том числе, к этой сковородке от Марко Черветти. Ля пиадина. И вуаля. Так. Ооо. Разогреваем. На пиадина романьора традиционно нужно ее фаршировать. Фаршируется обычно с прошутто и формаджо. Прошутто и формаджо это такая классика. Сыр. Любой ваш любимый сыр. Режем. Ооо. Вуаля. Горячий уже. Уже горячий. Можем. Опа. Сюда добавлять наше пиадина, которое... Весь жир уже внутри. Уже внутри, поэтому, когда вы его... Можно не добавлять ничего. Сама пиадина не должна быть пышной. Она должна быть чуть-чуть. Чуть-чуть. Прямо чуть-чуть. Прямо подняться. Вот видите, когда... Когда начинаются вот такие... Поднимаются такие пузырочки. Вот. Уже вероятная пора его... Еще и нет. Еще минуточку. Добавляем еще сюда. Прямо ох. Еще разогреваем вместе с начинкой. Вот и все. Дамы и господа. Саламаронна. Пиадина романьоли. Пронта. И виво. И виво. Оооо, это прекрасно. Вообще, это прекрасно. Это, как видите, это очень-все очень просто. Все очень быстро. Все очень-очень вкусно. Так что, делайте дома ваши пиадины. Добавляйте разные начинки. И напишите в комментарии, с какими начинками у вас больше понравился. Приятного аппетита. И добро пожаловать в Романе.